1 2 3 погнали всем привет с вами как всегда мигу фифа и у нас сегодня новая серия карьеры за newcastle фифа 22 дела у нас как обычно не очень боремся барахтаемся на что-то пока не сказать что совсем уж успешно ну как не совсем успешно у нас есть в копилке две победы над тяжелейшими чуть ли не самыми тяжелыми соперниками в пл это лестер вы помните и в с кем мы их обыграли с одинаковым счетом 32 самое интересное правда сценарий был немножечко другой на вас что понятно опять жалуется на вас в раздевалке атмосфера говно никто не знает куда дальше двигаться давайте так прежде чем что-то делать тренер должен убедиться совершенно правильно я думаю только о благе команда тебе нужно брать терпение вот именно там задолбали все что делать и так далее то подобное общем схема пока менять не будут тактику и второй вариант у меня написали на и пока ее менять не буду я более до более-менее доволен ну собственно извините мы победили в с кем и победили лесах поэтому я в принципе доволен колумб уилсон готов ребята ну челси наверно не успеет буквально три дня до матча с челси поэтому но не успеет же да ну естественно гави в карьере точнее теперь правильно говорить в стрим карьере за мега fk он там только через неделю то ли даже еще позднее был готов поэтому побережем колумбом а сейчас у нас матч с челси которые идут на четвертом месте это всегда сложно челси это сами знаете какой тяжелый соперник но я думаю комментарии здесь какие-либо излишне не буду говорить что вот тяжелый соперник нам будет невероятно тяжело просто посмотрите на состав пять защитников минди чилл гинтер сарас великой это джеймс хадсон а дой в центре вот это кстати интересно маунт пулишич лукаку и жаржи вот это 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 извините меня начинается какое-то извращение именно кажется они поменяются местами потому что жаржению спейсом 55 вы ставите на правый фланг товарищ томас тухель ахат с надой быстрый шустрый парень стоит центре поля какие-то реально последнее время у фифы сдвиги в составах то есть тоже тотных им где моура был опорником а кейн был справа играл вот какие-то сдвиги я думаю раньше это в сборных так с позициями сдвиги были по фазе часы до клубов этом добралось но он прежде чем мы выйдем на поле я хочу сказать вам большое спасибо за поддержку просто серии здесь тоже если загрузим много лайков то я тут же выпущу новое видео также не забывайте про группу вконтакте и про телеграм-канал сами знаете для чего это все надо чтобы мы не потерялись с вами если вдруг youtube все-таки закроется ну а теперь начинаем на ваших экранах рома лукаку ой ой черт возьми я вспомнил как он последний матчился сыграли ты был в первом круге лучше петли делал мы пом 6 0 отлетели или 5 или что такое какой-то тоже ужас был 6 скорее всего вот такие дате сдержим лукаку чтобы он нам не забил на в итоге нам помню покер положил в том матче зря я это вспомнил а еще веселее мы же на снафербридж играем так что легко нам не будет точно лукаку бьет с левой на вас не с первой попытки забирает мяч руки удар головой крестьяна пулишича неожиданно достаточно зная его невысокий рост талисо на технику с правой на месте торт миндим талисо попытка номер два это уже левая нога было это уже неудачный удар талисой прекрати ты видишь ты не получается зачем ты это делаешь тем более слева и ладно справа я может еще понял бы ну слева и вообще не получилось удару карантена второй раз за минуту ха цена до и врывается удар с правой ноги на месте келла на вас какая передача джоу вылока вы в это распадорим я тебя умолю реши твою потому что эдуард менди вы видели эту передачу джоу и лака вы это видели как он двоих защитников в челси в дураках оставил одной передачей пулишич передачах от с надое бьет келла рна вас тащит момент пропускаем ну 30 жалких секунд мы не достояли чтобы уйти на перерыв в при счете 0-0 ромайло лукаку кто если не он будет забивать конечно за челси 1-0 жалко получался было преимущество они лучше нас они быстрее нас у них так мяч ходит просто как пульки туда-сюда вот но все равно обидно и досадно пропускать тем более на последних секундах первого тайма 14 голов у лукаку в двадцати четырех матчах пулишич прострел хатсона до и бьет в упор кейлор навас отражает подача ну перекладина но это конечно король воздуха лукаку тут ничего не попишешь джоу вылок в окружении троих защитников челси бьет на месте эдуард менди здорово мы разыграли эту атаку хорош навес какая передача подкат это фол вообще-то арбитр алё я поняла что с приколь сначала мяч сыграл потом в ноги но все-таки был куда почитать от слева то лицо был мать твою вот здесь тут а ладно 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 тут ассай был у бэйла выбегающего ну и так как игра шла без пауз только сейчас нам предоставляется уникальная возможность сделать замены сейчас будем думать фа фана сюда караскаль а вы лимса я еще хотел проточняк только мы вот так сделаем вы лимс пойдет направо караскаль пойдет центр как-то так вам доиграть эти 10 минут попробуем что-нибудь сделать лукаку удар 20 сами себе не было никакого офсайда сами себе подписали приговор крестьян пулишич 20 85 минута не точная передача свена ботмана и закрутилась атака самое интересное офсайда никакого не было вот это меня больше всего смущает данной ситуации здесь перехват и вот здесь лукаку не было никакого офсайда прострел казалось нормальный вынос но нет это же ньюкасл это же мы у нас вы нас ненормальный точно на ногу крестьяну пулишичу который первым же касанием в лед наносит классные удары шансов на отыгрыш нам не оставляет 20 но давайте так это всяко лучше чем 60 который мы первом круге видели давайте так но я и не скажу что мы прям боролись что у нас были прям 1000 процентные шансы что мы обязаны были сравнивать счет у нас подвела реализация нет мы все равно выглядели слабее да было парочку моментов не более того финальный свисток 2-0 проигрываем челси давайте так во первых мы играли на стэнфорд бридж во вторых ну мы все-таки еще не готовы что прям цапаться с челси на равных и не должны сейчас прям так капец как расстраиваться типа вот я же мы ожидали все победы и чтобы обыграем челси да конечно ну кстати у челси был перевес но он я бы не сказал что уж такой внушительный что по ударам что по владению по владению 35 процентов владения мечом у нас было а по ударам 5 8 пользу челси мы опустились на 15 место пропусти вперед брайтон у них также 29 очков как и у нас напали хотят купить ласту don't я его хочу продать поэтому мы отправляемся на переговоры какие все жадные стали я хренею 18 они вообще уперлись вообще ни в какую переговариваться не хотели но конечно я там планочку забрал но блин тем не менее 21 миллионах не устроил отки 18 и не копейкой больше в итоге не на чем не сошлись матч против астон виллы который неожиданно девятом месте мы с ним как раз будем играть опять пять защитников чтоб тебя чтобы ваши эти автобусы ну тут как я и говорил тут ничего нового инкс воткинс это наша угроза нашим воротам минкс возможно будет нас терроризировать в бароне сводить распадали и прочих атакующих игроков с ума вместе с самуэлем жигу кстати на у нас еще у нас неизменный состав хотя подождите стоп я хочу всем каком состоянии колумбился нет еще на пластырь еще играть не готов но тяжелый процесс и надо будет форму набирать поэтому основу моему точно не гарантируем как только он подлечится на уж экранах джакомо распадори у него такая же примерно статистика как у ромел лукако оказывается он забил три в последних трех матчах играем дома на сент-джеймс парк последний матч по моему это как раз был матч первого круга насколько я помню это не точно короче последний матч который я помню за остановилась закончился со счетом 41 явно не в нашу пользу вот это единственное что я помню или даже 4 0 или 5 ну короче какой то там тоже отвратительный разгромный счет был пришло время исправляться джо уиллок проскочил не стал падать потому что потому что он забивает вот почему джо уиллок восьмая минута 1 0 мужик сейчас самый мужской поступок который был за всю эту серию пока что это джо уиллок который вместо того чтобы упасть корчится от боли и завопить и требовать штрафной кстати который мог быть очень опасный он устоял на ногах продолжил дальше движение залез таки в штрафную и с правой ноги отправил мяч в девятку ворот колумбии но кстати тоже для нас польза должна быть что эмилиана мартинос переехал в эвертон и на воротах теперь колумбии стоит вот кинс проскочил наших оборонцев и на месте кейлор на вас инкс летает штрафную удар на вас красавец на вес ухты 11 забивает воткинс головой на 28 минуте не такой опасности я от него ждал не головой я ждал от него опасности в плане скорости в плане ударов ногой они головой а тут пролетает голос углового нам его оставили здесь одного а пока полетели исправляться уже было поздно позицию не вернешь и поэтому беспрепятственно шикарно бьет но она вас расточку не хватило хотя наверно там мяч практически не берущийся как мне кажется момент провалилась оборона добиваю новос самый интересный на вас во втором сейве вообще ничего не делал мяч просто в него попал просто нашел мяч на вас а фантастика нам сейчас очень повезло знаете что с по ходу времени начинаю замечать тяжеловат распадури прям самую малость на тяжеловат все равно не хватает ему скоростенки прям капельку перерыв 1-1 пока играем со стен вилл и после первого тайма ой классно не было в сайт арбитр не поднимает флаг распадури добить ножницами ничего себе гол 21 не указал павел счете джакома распадури я когда-то уже это замечал что стоит покритиковать какого-то игрока он тоже начинает мне доказывать обратно у нас так с джарой было в карьере с мигу fk я его тоже критиковал критиковал а он лучшим бордером команды оказался но есть распадури ну красиво я конечно не скажу что это прям топ гол и так далее потому что там ворота кусы были но все равно очень эффектно это бисеклета смотрится эффектненько 2-1 мы повели на 61 минуте передача 2-2 дэни инкс 2-2 середине второго тема счет становится равным недолго музыка играла недолго мы вели в счете всего лишь каких-то 5 минут убрали ботмана передача эллу студонта бежал за инксом раз микро остановка все инкс абсолютно один оказывается в штрафной и прошивает наваса ближний угол время делать замены попробуем ну вы лимса да у него уже скорость как у гаррета бэйла примерно такая же да ну был блин бедолага 75 не могу на это смотреть больно мне становится от этого караскали сюда и фафану да у нас появилась банка не перестаю это говорить что у нас появилась банка у нас есть кого менять наконец-то я понял нашу проблему у нас когда мяч случайно или или не случайно или намеренно добирается до чужой штрафной у наших игроков начинается паника они не знают что с этим мячом делать потому что начинаются какие-то переступания укрывание мяча корпусом всякие ненужные развороты многочисленные типа сейчас караскаль слушать а он прошел краскаль 3 2 а вот это хорхи караскаль прошел но сейчас это было к месту сейчас просто с ловкостью караскаля это прокатило например то уже района фрейзера не всегда прокатывает у распадоре вот почему я сказал распадоре тяжеловат потому что у него вот такой скорости вот такого вот такой ловкости и дриблинга как сейчас показал караскаль у него не хватает у него не все так шикарно с этим но вот тебе хорхи караскаль 3 2 80 минута стоять теперь парнем нам нужна эта победа дальний выстрел боткинса на вас тащит удар магии издеваешься что ты пытался таким ударом на высо пробить эти умоляю момент удар воткинса через себя все мы выиграли 3 2 но концовка была нервной потому что мы трижды теряли мяч где-то в районе центрального круга при попытке выйти в атаку я становила неизменно добегал до нашей штрафной ходить идиотизм года я случайно не глядя сохранил карьеру за ньюкасл в сейф карьеру за мигу fk я не знаю что делать вот те раз я просто не глядя случайно я привычки потому что я же больше никакие карьеры кроме как ньюкасл последние три месяца не играл я такой ну да балды первый сейф открою как бы я он всегда был за ньюкасл поэтому я привык а тут оказался мигу fk да жесть мы кстати благодарите победе поднялись на 13 место с 32 очка ой начинается веселье каллум вилсом в с к его хотят купить ну-ка поговорим пойдем да блин все-таки нервным это было на грани 25 100 было последнее предложение в эсхэма на мои 29 100 они не согласились далее фрейзера хотят купить ну конечно им очень мало стоит но продавать его нам надо тут у нас приближается отбор на евро нам надо выбрать команду я думаю вот такая команда поедет в принципе все сильнейшие давайте чаловы в этот раз посмотрим вместо смолова и все остальные так и остаются каллум вилсом пишет я чувствую что в хорошей форме точно готов играть надеюсь вы не планируете ставить вместо меня кого-то другого не думаю что на тебя давит на этой футболке все еще твоя фамилия ну не знаю не знаю слушайте он просто не до конца готов но в принципе посмотреть его в старте можно было кстати 79 стал давайте еще забежим на пресс-конференцию перед матчем с лицом кстати лиц идут девятыми с учетом недавно победы с минимальным счетом на клубом астон вилла что игроки думают по поводу матча с клубом лиц юнайтед мы забили всего один гол и выиграли матч теперь нам нужно играть с клубом лиц они сейчас хороши чтобы там игроки не думали нам нужно собраться лучше чтобы в прошлом матче текущий сам премьер-лиги подходит концу и кажется что ваша команда сдала позиции борьбе за место в лиге европы вы по-прежнему верите в успех нужно сохранять концентрацию использовать любой шанс который нам выпадет есть опасения что лицю на этот может снова нанести вам сокрушительное поражение как прошлом матче победитель станет известен только после финального свистка обещаю лишь что каждую секунду матча мы проведем борьбе а блин я вот говорил про стан виллу что это не нас разбили нет нас лиц разбил 5-0 там или 60 мы еще меньше свежих а в меньшинстве лиц доигрывал они все равно с 5-0 добили некоторые уже сыграли свой 29 туры вот например в скм они вырвались вперед и мы пока опустились на 14 место и так лесенать ну давай попробуем ладно калум мне кажется заслужил место в основе хотя бы вернуться сюда вместо распадоре он сегодня выйдет джут биллингем это конечно опасно улиц анкетти опасно у них в принципе команда крепкая такая классная кассилия фирпа льюрентес алису даллас харрисон биллингем эрера маккальмонт джеймс энкетти очень крепкий состав поэтому нам будет тяжело с возвращением калум он сегодня выходит с первых минус 31-летний форвард который скорее всего проводит последний сезон футболки ньюкасла так как мы купили фафаном надобность в калуме исчерпана он скоро пойдет на спад сэнд джеймс парк там уже как обычно алан широ ну и давайте приступать к этому очень непростому матчу это раз самый а нет у нас мы сегодня сел сыграли точно тогда не самый непростой матч сегодня биллингем удар в ближний на месте кейлор на вас ой приехали спасибо прощает нас дэниэл джеймс кити удар с левой в дальний кейлор на вас какая передача калум уилсон зарабатывать штрафной можно же красную сейчас посмотрим красная карточка так точно капитану стюарту далласу прекрасно вернулся уилсон я только не знаю там штрафной ли пенальти будет собрались игроки лица даже прибежал кику кассильям это похоже на штрафную где-то на линии да штрафной удар все-таки будет 17 метров до ворот очень близко очень опасная точка гарет бейл идет бить гарет лизнул мяч сетку сверху и исчез неизвестно направлений то же самое было и в первом матче правда тогда мы уже по моему 20 проигрывали или сном накидывал в меньшинстве гарет удар вылока как джо я видел мяч в сетке уже я готовился кричать 1 0 но джо вылок непонятным образом не попадает в створ фрейзер кому все перерыв 00 ну что у нас есть небольшой задел на второй тайм виде численного большинства и кстати говоря лиц посыпались вот после удаления и до самого перерыва не сыпались них прям минус мораль как это паника что ли было какой-то пожар а по поводу калома вылсона хочется сказать так он ловкий он ловче и он шустрее распадоре но у него также не хватает общей скорости как у караскали то есть он когда набирает максимальную скорость все он больше не едет и как бы медленноват он кити ну он просто стоял держал мяч корпусом пока у судон носился вокруг него ой проскочил ботман харрисон прострел 1 0 почему они удивлен скажите мне пожалуйста потому что в первом круге такая же хрень была когда наследец просто уничтожал играем в меньшинстве прострел на вас про пролетел непонятно куда иньянг просто подставляет ногу и отправлять мяч пустые ворота маян янг третий гол 8 матча и 0 1 ой класс приехали там еще осадьба слава богу здрасте но мы таргет добрый вечер пенальти приводит наши ворота сбивая даниэла джеймсом к мячу подходит иньянг мимо шансы есть еще только на срочно замену дело то что 15 минут вот не хотел на 65 дел замен думала да рано зачем вот теперь спасаетесь кто может сейчас будем что-то думать караскале сюда фану 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 куда же фануф пихмой бы ё-моё давай сюда вылака отправиться на левый фланг конечно сумасшедшие перестановки но по-другому мы не можем какие развалы в обороне прострел начинается на вас удар ух ты какой галешник джут биллингем забивает и приговаривает нас 0 2 ничего не меняется время идет ничего не меняется мы также проиграем лицу они также остаются в меньшинстве и также они нас уделывают в сухую в меньшинстве стыдитесь этого шикарный голец положил к биллингем браво нам от этого не лучше сплошное расстройство проигрываем всем подряд карьеру за мигу fk профукал и неизвестно теперь что с ней будет пишет вылог все уже говорят что вы меня на упали спирю но это начинается как нападающий отстань лонгстав мы поговорили недавно мои зарплаты ничего не меняется я очень огорчен происходящему прости вылетел давайте скажем так скоро обсудим но и вылсом пишет результат ужасный но спасибо что вернули меня состав если подумать может я еще и не до конца готов чтобы выйти на прежде уровень понадобится время нам нужно чтобы у тебя была хорошая физическая игровая форма ухты альберт дэвис и заберем и ти же пассатиру же вратарь правда это но тем не менее стивенсон вы посмотрите на его рейтинг 80 на 94 3 400 стоит вышел за бриллиант нашли мне очень интересно хочется прям сейчас зайти в академию посмотреть какого хрена там творится подождите шестьдесят восьмой пацаны 6 мы супер звезду нашли нормально пойдет пойдет пусть пока тренируется у нас вот мой план развития сейчас еще поставим так пусть пусть тренируется до 70 доберется моего наверно в первый состав кинем в основу переведем ну ладно на этом будем заканчивать одно расстройство сплошное у нас но следующая серия обещает быть тоже очень жарко тут в самые основные разборки начинаются за место под солнцем за место на евро двадцать четвертого года у нас матч с италией будет вы помните как мы с ними сыграли в тот раз ну очень нешуточная битва как вы видите у нас тут у нас матч запасе и мы стоим на 1 очко и агаунцев и итальянцев то есть втроем разыгрываем эту путь две путевки на евро так что будет все жарко поддержите лайкучками эту серию и следующий не заставить долго ждать не звать поставить лайк подписаться на канал нажать на колокольчик с вами был как всегда мигу фифа до скорой встречи всем пока шел по улице он строго человек чужой для бога трость опорою была и на сеный день ползла